К нам присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Денис, доброе утро, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, давайте поговорим по активизации на фронте к 9 мая, к празднику Победобесия. Как бы с той точки зрения, что, наверное, главное достижение этих атак, там чуть ли не 1300 уничтоженных оккупантов в день. Что мы можем сказать по штурмам, на каких участках, какими силами и средствами давит противник, что по факту выходит, ну и главная задача силы обороны на данном этапе? Ну, участки те же. Часовьяр, Покровско-Кураховское направление, то направление, о котором упоминал Александр Сынский, подключилось Купинское направление, то есть там сейчас также активизация наблюдается. Везде противники имеют небольшие продвижения, но опасность в том, что небольшие продвижения не могут сложиться. То есть, в частности, это достаточно опасно, может быть, как раз на Покровскому направлении и подчасовом юру, учасового Яра. Хорошие, такие серьезные силы достаточно он собрал на Купинском направлении, то есть там тоже у него есть продвижение, как я уже говорил. Реакцию он занял, закрепился там, ну и, очевидно, дальше будут продвигаться, пытаться продвигаться. Хотели с вами обсудить. В России пустеют склады старой бронетехники, они уже расконсервировали большинство бронемашин еще советских времен. Вот об этом сообщают аналитики Института изучения войны. И, согласно их выводам, Россия сейчас поддерживает свои военные усилия преимущественно за счет изъятия и восстановления вооружения из таких хранилищ, а не масштабного производства новых транспортных средств и определенных видов вооружения. Вы согласны с такими выводами? Я с этим выводом отчасти согласен. В том плане, что действительно у них есть производство, это не стоит отрицать. Однако, по своим масштабам их не удовлетворяет. То есть и санкции сыграли свою роль определенную. Ну и, в общем-то, и масштабы этого производства по ряду причин недостаточны. Поэтому они действительно используют старые базы хранения самых различных бронированных машин, боевых бронированных машин, танков, МДЛБ, БМП. Ни с БМП там определенный дефицит присутствует на самом деле. То есть в чем заключается? Они собирают старые танки, те, которые пригодны еще так или иначе до какого-то использования. Модернизируют их местами, модифицируют и отправляют на фронт. Действительно базы хранения у них постепенно худеют. Сильно худеют с каждым месяцем. Этой техники пригодны более-менее для какого-то использования, либо для модификации, либо для ремонта. Потому что все меньше и меньше. Поэтому действительно можно согласиться с тем, что значительным источником их боевой техники, танков и БМП, и бронетранспортеров являются как раз старые базы хранения. В особенности можно отметить как раз артиллерию. То есть используется и буксируемая артиллерия, используется и самоходная артиллерия, которая находилась на базах хранения. Свинчиваются стволы. Вот, кстати, вот насчет стволов тоже достаточно у них есть потребность, поскольку это тоже производство довольно точно. И понимая тактику использования артиллерии, то есть огневой вал, стволы приходят в негодность. Приходится свинчивая стволы со старой техники. Смотрите, насколько они изношены, и использовать их там, где они нужны на фронте. На этой неделе Минобороны России заявила, что по поручению Путина проведет учение по применению тактического ядерного оружия. И буквально на следующий день об этом же заявил и Лукашенко. Мол, будет приведен боевую готовность дивизион комплекса «Искандер», эскадрилья самолетов Су-25. Денис, насколько серьезно нужно к этому относиться? Ну, на это стоит обратить внимание, скажем так. Но, однако, это ответ на заявление Великобритании о том, что они позволили Украине использовать свои ракеты по территории Российской Федерации. Вот так вот Россия ответила. Тактическое ядерное оружие, как и любое ядерное оружие, но хорошее тем, что о его присутствии должны понимать, но всякий раз угрожать его применением было бы неправильно. То есть это как в драке постоянно угрожать, что ты ударишь. И в итоге не бить. То есть это ответ на вот такое повышение наставок. Ну, мы знаем, что Великобритания никак, в общем-то, не испугалась. Наоборот, они высылают там послов с территории Великобритании. То есть пикировка словесная продолжается. Что касается Беларуси, ну, таким образом они решили поддержать. Да, то есть куда и славяне, туда и обезьяне, в данном случае. Я даже очень сильно сомневаюсь, что Беларусь вообще способна полноценно оперировать тем ядерным оружием, которые расположены на их территории, потому что это российское ядерное оружие. В любом случае оно, очевидно, будет управляться из Москвы. Замминистра обороны Российской Федерации Тимуру Иванову на этой неделе уже предъявили обвинение. Это получение взятки на сумму более миллиарда рублей. И вот уже сегодня Госдума будет голосовать за назначение нового премьера. Известно, что Путин таки подал Мишустина. А вот 13 мая будут голосовать за новый состав Кабмина. И тут интересно, да, удержится ли Шойгу на своей должности? Ведь Иванов, по сути, был его правой рукой. Ну, Шойгу штормило, скажем так, в этом отношении. То есть там действительно история с Ивановым могла сильно навредить его позициям и его дальнейшим, скажем так, перспективам. Однако, насколько я понимаю, Шойгу вчера принимал парад. Да, то есть 9 мая. Мне кажется, что велика вероятность, что он сохранит свои позиции. Поскольку по-альному министру, если бы было понятно действительно, что он собирается спести из должности, не позволили бы принимать парад. А вот что-то мероприятие, мероприятие там придавалось и придается Москве существенное значение. Поэтому, как мне кажется, с большой долей вероятности Шойгу удастся сохранить позиции министра. Спасибо огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения. Всегда рады видеть в эфире «Фридома». А зрителям я напомню, что Денис Попович, военный обозреватель, был в нашем эфире. Благодарю. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok